всем черпея дорогие друзья давненько я не снимал видео про горелочки ой решил снять на это есть несколько причин ну первая причина то что на улице резко похолодало прям знаете сегодня выходил с утра футболочки солнышко птички вэш мальдальдаль поют а сейчас плюс 10 я пока доехал домой чуть не под замерз это мягко скажем вторая причина давно я ничего не снимал про газовое оборудование идет сезон походы может быть вам будет что-то интересно услышите может быть не интересно вот я смотрю что белым пламенем горит точнее желтым то есть не сгорает полностью газ наверное засорился рассеиватель непонятно не должна так гореть должна чисто синим пламенем гореть ну да ладно и третья причина это мы вот собираемся скоро запускать такую новую мини рубрику на канале которая будет называться дикарями с ребенком у нас есть ляра тимуровна которая 16 мая исполнится 4 годика мы вот ей покупаем спальный мешок и первое что мы сделаем это прямо после дня рождения 17 мая поедем в одессу куда-нибудь на берег моря с палатками кстати если есть кто-то из одессы посоветуйте нормальное местечко так чтобы недалеко от центра города можно было то есть цель какая мы едем на выходные грубо говоря да приезжаем в одессу оставляем там рюкзаки в в этом какого господи в камере хранения потом по одессе там гуляем чуть-чуть потому что мы рано в 6 утра приедем и там где-то к часу дня забираем рюкзаки садимся там на трамвай на маршрутку едем к морю там тусим ночуем а следующий день уже ну собственно так вот если кто-то из одессы знает куда можно пойти или поехать посоветуйте места что никто толком посоветовать не может ничего в общем о газовых горелках у меня была болезнь я болел газовыми горелками понакупал кучу всего всяких и не только газовых спиртовок шмиртовок систему вот эти приготовления огня с жидким спиртом с твердым спиртом че еще у меня там было но газ все-таки у него наверно наивысшая кпд есть конечно ряд минусов ну первый минус это то что баллоны все-таки стоят денег второй минус чисто психологически что многие люди боятся с газом иметь какое-либо вообще дело но вы знаете вот такие баллоны у нас лежат заправленные в магазине просто в ящиках годами никогда никаких проблем не было единственное что не советую их перезаправлять потому что вот как раз перезаправление кустарная рукожопая может сыграть злую шутку почему потому что в баллоне есть смесь из нескольких газов до обычно это пропан бутан и забутан и каждый газ он достигает точки кипения при определенной температуре не помню точно какой газ кипит при более высокой температуре какой при более низкой но скажем так если допустим у вас пропан будет гореть и при минус там 20 градусах то при плюс 20 градусах баллон у вас просто разорвет давлением поэтому газ мешают но смотрите если 0 гореть будет минус 5 гореть будет еще минус 10 уже под вопросом вот такие горелки уже могут не вытягивать если ниже минус 10 то там вообще все плохо придется вам либо брать спальник с собой такой баллончик либо как-то подогревать общем на минусовых температурах работает откровенно хреново значит ну давайте пройдемся из того что у меня есть вообще есть вот такая горелочка это пингвин суп раз стил моделька называется используется в основном либо на каких-то локальных вылазках там зимой в парке подогреть глинтвейн с друзьями или вот здесь вот где-то рядом с домом пойти в лесок и сварить там какую-то ухи или чаек закипятить но в общем тут что-то такое поблизости да такие горелки конечно хороши когда у вас каждый грамм на счету когда у вас пеший поход потому что горелки со шлангом как например вот это они гораздо более удобный вас покажу но гораздо более массивные и занимают больше места больше весят и так далее подобное поэтому конечно в пеший поход если вы там не на машине так что-то тут у меня произошел сто лет ее уже не раскладывал забыл как это делается вот так вот в общем чем вот она горелочка так ну давайте еще об этой расскажу вот такие горелки есть титановые маленькие очень маленькие очень легкие из пьезоподжигом есть без пьезоподжига разные существуют опять же смотрите что вам больше нужно есть даже с пьезоподжигом и ветрозащитой то есть как бы такая чаша но она конечно уже тоже занимает гораздо больше места в вашем рюкзаке и больше весят поэтому тут каждый для себя решает сам хотя конечно вот такие горелки они во-первых высокие достаточно особенно если это 230 грамм баллон от есть еще 450 если вы на него еще сверху накручиваете горелку то вся конструкция получается довольно высокой и довольно уязвимой к ветру да и не очень устойчивой вот поэтому конечно более удобная вот такая вот горелка выносная она еще называется выносная либо самостоящая ну можем эту потушить но сейчас будет горячая хотя нет нормальная часа я скручу вот и нужно понимать что если опять же низкие температуры то вот такие горелки накручивающиеся вы ну будет больше проблем с поджиганием если мороз почему потому что у выносные горелок очень часто присутствует система предварительного подогрева газа это вот такая шланг очка вот она которая позволяет все это дело упростить сейчас я объясню как это все работает вот такая горелочка у нас это кавея moonwalker называется луноход моделька она уже с пьезо поджигом гораздо более устойчивая давайте ее тоже зажжем вот она загорелась вот видите как она горит чисто нету желтого пламени вот так вот правильно горелкой должна гореть не знаю что с этим пингвином случилось нужно будет его может как-то почистить что бывает знаете убежала там какая-то каша залила горелку забила вот этот вот рассеиватель какой-то мусор туда попал и он не дает газу полностью сгорать но как ее чистить я честно говоря не знаю вот такая горелочка очень прикольная имеет пьезо поджиг имеет вы видите вот здесь вот ветрозащиту вот эти вот бортики это ветрозащита но она здесь такая конечно слабоватая но тем не менее она есть горелка стоит вровень с баллоном да и собственно гораздо проще и укрыть от ветра поставить как вокруг как это уже полноценную ветрозащиту либо просто расположить там как вам удобно вырывать какую-то ямку может быть то есть гораздо больше вариантов да но она тяжелее она больше значит про систему подогрева газа дай бог вспомнить как это точно работает получается что газ когда замерзает падает грубо говоря давление да и чтобы это давление повысить вы должны этот баллон изначально перевернуть вверх ногами тогда газ будет давить сверху и давление будет большим проще будет выходить из баллона и вот чтобы зажечь горелку вы вначале переворачиваете баллон да и поджигаете этого давления хватает чтобы сработала система предварительного подогрева газа и чтобы горелка вышла в свою в свой рабочий режим после того как она выходит свой рабочий режим баллон нужно поставить опять вот так вот то есть не держать его долго перевернутом виде как-то так значит если что кстати поправьте потому что я уже опять же без без двадцати двенадцать могу что-то затупить я читал там как это все научно объясняется как это работает предварительный подогрев газа с давлением с 5 переворачиванием но сейчас немножко под затупил поэтому вот забыл так есть у нас также вот такая хрень это называется кавея кеп хитр если я правильно называю это катализатор вообще он предназначен для мультитопливных горелок которые работают на бензине вот это вот внутренняя сетка она покрыта платиной по идее я не знаю я когда его купил и этого не знал и думал что просто его нужно вот так вот ставить на горелку и внутренний вот этот шар столько горелку тише сделаю внутренний вот этот шар он начинает видите раскаляться становится красным и действует это все дело уже как обогреватель не как горелка а как обогреватель потому что начинает тепло более равноверно расходиться но я не совсем честно сказать понимаю конечно если я вот так вот делаю как я это сейчас делаю то наверное это бесполезно почему потому что больше тепла не станет скорее всего ну хотя может быть площадь вот это которая нагреется металл она будет давать дополнительное тепло но тут есть проблема в том что если включать на максимальный режим тепло будет также уходить вниз и будет не слабо нагревать вам вот я сейчас не зря сделал минимум газ потому что если сделать на максимум так нагреется стол что будет какие-то знаете ну возможности возгорания так что стол не горячий просто еле-еле теплый его такая штука это уже становится обогревательным но по идее она должна работать не так как просто вот и и греет огонь вот эта сетка это катализатор как работает каталитическая грелка из пара испаряются пары бензина и огня уже нету просто идет испарение паров бензина и накаляется катализатор как каталитической грелки но я это проверить не могу у меня нет мульти топливной горелки у кого есть скажите пользовались такой штукой действительно ли это работает или нет но один раз у нас этот один раз нас один раз этот обогреватель нам здорово помог буквально спас почему потому что сейчас потушу потому что мы замерзали в палатке с нами был ребенок то было на турбазе все дело и собственно так вышло что как раз его купил очень вовремя тогда этот обогреватель и упала сильная температура как вот прям сейчас было так нормально 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 и потом хлоп ночью там тоже где-то плюс 14 градусов мы все по летнему ну мы малую как могли укутали вот сами конечно постоянно ну засыпать нельзя когда в палатке подогреваетесь газом это понятное дело но мы не засыпали мы все время это все дело кочегарили там ну гореть было нельзя почему потому что палатка хорошо продувалась всеми витами и еще была открыта форточка мы я постоянно вставал у меня был термометр я мерял температуру и по чуть-чуть подогревал палатку так вот до утра и дотянули поэтому тоже газовое оборудование очень полезно но с этим конечно супер аккуратно и хочу показать газовую лампу что это вообще такое и с чем его едят видите что я абсолютно спокойно и уверенно все это сделаю прямо дома на столе если качественное газовое оборудование когда нам случае кавея то есть нет в этом ничего абсолютно страшного поверьте тысячу раз это все делалось но при условии что вы не будете колхозить с этими баллонами если будете колхозить с баллонами то лучше этого не делать и так вот газовая лампа ребят очень атмосферная ерунгень сейчас я выключу свет приколитесь смотрите как она круто светит потребляет там все по моему 30 грамм дай бог памяти до 30 грамм в час вот имеет фуфу начала пылька выбирать имеет очень теплый ламповый свет может создать атмосферу любой тусовки вот поверьте где-то вы в беседке в лесу зажигаете вот такую штуку ставите ее на стол все 80 процентов успеха вашему мероприятию обеспечено это не светодиодный фонарик с рассеиванием который светит к морге синим светом это именно вот то что надо то что надо для природы для беседки для не знаю там вечерний застолье каких-то вот ну супер крутая вещь единственное что я хочу сказать по поводу этой лампы так это то что она работает тоже на катализаторе газ как мы знаем горит синим пламенем чтобы он горел белым и давал свет нужна каталитическая сеточка и вот эта каталитическая сеточка покупайте ее пожалуйста только у проверенных фирм почему потому что раньше катализатором если я не ошибаюсь служили соли радия не думаю ну как бы не надо да объяснять что такое соли радия то есть она содержала радиоактивные вещества когда вы поджигали она начала начинала так альфа частицами не слабо бомбить и если этим как бы на дышаться то это вы понимаете не очень полезно для здоровья поэтому проверено китайские сеточки каталитические могут фонить никак на вкус и цвет на зуб в это не определите если продаются где-то на алиэкспрессе там по два бакса за я не знаю там за пакет этих каталитических сеточек то есть вероятность того что они будут радиоактивны кавиевские сеточки там уже естественно не используются но более новые потому что у те старые уже давно сняты с производства но китайцы их еще умудряются продавать новые конечно от знаменитых каких-то фирм конечно же не понят дорогие друзья поэтому можете ими смело пользоваться не бояться вот дозиметром проверено все нормально вот такие дела еще есть у меня такая вот хрень и так типа называется резак но резак резак который резак не резак потому что он ничего по сути не режет кроме там расплавить медь расплавить латунь где-то свинец тут тысяча триста градусов температура на вот такой газовой смеси больше не выйдет но разжигаются дрова очень прикольно даже сырые какие-то там тоже классная очень штука в хозяйстве однозначно пригодится на природе как розык углей розык дров отогрев чего-то там замерзшего снятие краски той же да с дерева но это в основном пользуюсь так чтобы разжигать костры вот так вот в двух словах тимурка набазарил на 18 минут 20 секунд поделитесь напишите в комментариях как вы согреваетесь как вы готовите пищу в походах и вылазка какой у вас есть газовая или какое-то другое может быть оборудование спиртовое какое-то еще не забывайте подписаться на канал да поставить лайк а с вами был еще разок увидимся это мой палец здесь это я вот так вот типа лайк подписка шамян близко колокольчик увидимся пока